Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала! Меня зовут Тамара и вы на моём канале Тамара Савицкая Лизания. Сегодня я с вами с готовым видеоотчётом, с готовым обзором моих готовых работ, моих готовых изделий, связанных с 2020 годом, с февраля по начало июня месяца. Итак, начнём. Вот в феврале мной был связан такое изделие, которое называется шарф-шрак. Спереди открытая полочка, а сзади у нас ажурная спинка. Это вот изделие, оно немного похоже на болеро, но это не болеро, называется шарф-шрак. Вот здесь ажур переходит в рукава, рукава-резиночка один на один. Вот. И вот такое вот изделие. Как вы видите, поскольку похоже на болеро, значит, изделие, оно чуть выше талии. Связано на 44-46, на разинах 44-46. Так, из какой пряжи я его вязала? Вот такая пряжа, ализе кашмира. Значит, у нас здесь 100% шерсть, 100 граммов, 350 метров, 350 метров. Такая вот пряжа. Как носится, ну, немного появились картышки. В целом, в целом хорошо носится. Второе изделие, которое я связала, хочу показать вам. Это вот такой замечательный джемпер. Я его назвала «жемчужный» и связала я его для себя на размер 48-50. Вот такой вот джемпер. Ну, можно его и назвать свитером, потому что горловина такая довольно высокая. Но я назвала джемпер. Вот. Получился такой замечательный, светло-серый, замечательный джемпер. Сзади он у нас, смотрите, просто лицевая гладь. Вот, лицевая гладь. Вот. Ну, и он такой, скажем, удлиненный. Он такой немаленький. Вот я покажу его в длину, если видно. Вот он такой немаленький джемпер получился. Из какой пряжи я его вязала? Вот такая пряжа. Семеновская лада. Семеновская лада. Состав у нас 15% шерсть, 35% альпака, 50% акрил. Вот. Легкий, мягкий, пушистый, симпатичный. Ношу с удовольствием. Вот, вот. Он чуть-чуть, можно сказать, колется, но это не вот по тактильным ощущениям не сильно ощущается. Но вы все знаете, альпака, она немножко дает. Дает вот такое ощущение. Но, тем не менее, я этим джемпером очень и очень довольна. Вот. Дальше, уже чуть позже, в начале апреля или в конце марта, я вот такой связала джемпер лавандовый. Из-за его прекрасного такого светло-серого цвета. Вот. Вот он такой удлиненный. И вы видите вариант. Передняя полочка у нас укорочена, спинка у нас длиннее. Вот такой вот вариант. На размер 44-46. Вот со спинки покажу. Вот такой вот. И вы видите, здесь вот интересный вот вариант. Я такую косу сделала. И коса продолжается вниз до конца, до конца передней полочки. Вот такая вот коса. Что касается пряжи. Пряжа вот такая. Это московская, российская пряжа. Вот такая пряжа. Махер Голд Невстайл. И состав пряжи. Значит, состав у нас 60% махер, хлопок 20%, акрин 20%. Вот такая пряжа. Дальше. Значит, в апреле месяце я связала вот такой ажурный джемпер. Он с двух сторон ажурный. Он удлиненный и приталенный. Давайте посмотрим. Такой вот. И здесь выполнены, покажу вам. Вот здесь, посмотрите, выполнена у нас имитация вшивного рукава. Вот как сделано. Я считаю, всё хорошо совпало. Получилось довольно-таки интересно. Имитация вшивного рукава здесь идёт. И рукава здесь выполнена другим ажуром. Другим ажуром. Вот. По горловине идёт у нас отделочка. Такая вот кружевная, крючком выполнена. И рукавчик. Обратите внимание, рукавчик тоже. Это выполняла моя дочь. Такой вот отделочку на рукавах и на горловине. Вот. Случился такой тоже интересный джемперок. Пряжа мягкая, приятная. Это мериносовая шерсть. Я вам сейчас назову пряжу. Это австралийский меринос от пихорки. Получился интересный очень джемперок. И я бы сказала, что это бюджетный вариант. Мериносовая шерсть. Вот такой вот австралийский меринос от пихорки. Давайте посмотрим, какой здесь состав у нас. 95% мериносовая шерсть, 5% акрил высокообъёмный. Вот такая вот пряжа. И получился очень такой интересный джемперок. Итак, вот последняя работа, о которой я хочу рассказать. Связана тоже совершенно недавно. Вот. Вот такой вот замечательный свитер. Я назвала его «Весенний». И он связан по мотивам свитера «Спринг» от известного английского дизайнера и модельера Ким Харгрис. Вот. Модель взята из интернета. Вот этот свитер увидела моя дочь. Попросила связать. Свитер связан по мотивам, как я уже сказала. Потому как. Вот смотрите. Вот этот центральный узор. Центральный узор жемчужный. Здесь использовала я свой узор. Поэтому я назвала по мотивам этого свитера. Конечно, пряжа другая, номер спиц другой. А вот этот основной узор, основной мотив, два жгута и сердце, я использовала как основной из вот этой вот модели. Модель есть в интернете, в свободном доступе. Можете пройти, посмотреть и связать. Кроме того, я сделала небольшой мастер-класс. Вот на этот свитер. У меня на канале есть мастер-класс. И у меня на канале есть мастер-класс, как вязать отдельно. Сейчас покажу. Вот этот вот узор. Вот этот вот мотив. Два жгутика и сердце. У меня есть на канале, как это вот связать. Ну и, на мой взгляд, получился такой интересный свитер. Он, вы видите, он коротенький. То есть, он такой вот вариант выше талии, но в то же время длинные рукава. И вот он одинаковый. Со спинки, что спинки и спереди, он одинаковый. Вот, показываю. Он одинаковый. Вот. Вязала я его. Сейчас скажу, из какой пряжи. Пряжа Газал Бэби Катон. Ушло 250 грамм. Вот. Ну, а этот вот замечательный свитерок. Тоже я недавно выпустила такой видеообзор, как уже одет он на модели. Вот. Как он выглядит. Проходите, смотрите. Вяжите вместе со мной. Вяжите лучше меня. Пишите в комментариях. Я только буду рада. И на этом хочу с вами попрощаться. Пригласить всех, кто не подписан. Проходите. Смотрите мои видео. Может быть, вы найдете что-то интересное или полезное. И подпишитесь на канал. Нажимайте внизу на колокольчик, чтобы знать, когда будет новое видео. И на этом хочу с вами попрощаться. До новых встреч, друзья. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok